Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Кутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Республики характеризуется наличием 162 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что большинство случаев зарегистрированных в столице нашей Республики 71 случай для 2021 года, для начала 2021 года. Это повышение показателя количества заболевших. И оно, прежде всего, связано с той ситуацией, которая у нас с вами была порядка 2-3 недель назад, когда мы готовились к встречам Нового года. Безусловно, в новогодние праздники в Республике было меньшее количество обращений за медицинской помощью. Сегодня вновь увеличилось и количество обращений, и количество выявленных случаев. Тем не менее, наиболее сложным сегодня является обстановка с высоким уровнем заболевания – это Мегино-Канголазский район. Поэтому я отдельно обращаюсь к жителям Мегино-Канголазского района, к тем гражданам Республики, которые проезжают мимо или находятся временно в Мегино-Канголазском районе. Сегодня необходимо остановить у вас такое достаточно быстрое распространение вируса на территории. Для этого очень четко соблюдать все требования, которые установлены для того, чтобы вирус предотвратить. Для Алданского и Мерденского районов характерно 15-13 случаев, а, соответственно, для Неренгринского района – 11 случаев. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 15 районах Республики. Мы продолжаем тестирование лабораториями на территории Республики. Сделано за сутки 2832 исследования. И в целом по стране Республика до сих пор продолжает оставаться в числе лидеров по количеству исследований на одного человека. А вчера главой Республики Сахая Кутясин Сергеевичем Николаевым подписан указ, по которому продлены ограничительные меры, действующие на территории Республики, а, соответственно, и режим повышенной готовности на один месяц. Исходя из сложившейся ситуации, исходя из того, что есть четкое понимание алгоритма, и уже более высокий уровень поведенческий у людей в части соблюдения санитарных норм, принято решение с соблюдением санитарных норм разрешить открытие, соответственно, домов культуры, значит, и учреждений культуры именно в части исполнения своего и государственного задания, и репертуарного плана с 50% наполнения зала. Соответствующий пример учреждения культуры республиканский во время новогодних праздников подали, и алгоритм сегодня достаточно четкий и понятный. Кроме того, на территории Республики с соблюдением соответствующих норм разрешена деятельность саун и бань общественного значения в том числе. На 15 января 2021 года в Республику поступило 5242 вакцины, вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции. Сегодня пройдено вакцинирование, вакцинировано 1801 человек. Вакцинация активно проводится в 8 районах республики, и 12 января дополнительно вакцина распределена в 5 районов республики. Как мы уже говорили, записаться на вакцинирование можно, соответственно, значит, через поликлиники по месту жительства. Необходимо обратить внимание на те правила, которые сегодня определены для приезжающих лиц из Великобритании и Северной Ирландии. Решение принято на территории Роспотребнадзора Российской Федерации, в связи с чем соответствующие ограничения для прибывающих на территории республики. Лиц, прибывающих из этих стран, установлены обязательные ограничения по передвижению. Я хочу обратить внимание на то, что у нас сегодня к ограничениям, которые действовали на территории дополнительных ограничений, не предусмотрено. Тем не менее, значит, такие правила, как ношение маски, социальная дистанция, соответственно, самоизоляция для лиц старше 65 лет и лиц, которые болеют хроническими заболеваниями, остается на территории республики. В оперативный штаб республики поступила оперативная информация, по которому ряд, в том числе муниципальных и государственных учреждений, отказывают в предоставлении больничного лицам старше 65 лет. При возникновении таких случаев я призываю обращаться соответствующим в профсоюзы и Рострудинспекцию для того, чтобы эти меры, а значит, для того, чтобы подобного рода необоснованные отказы в продлении больничных листов были, соответственно, пресечены вовремя. К сожалению, сегодня такая информация есть, и, соответственно, руководителям будут направлены письма оперативного штаба о недопущении подобного рода ситуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова